Недавно в Астрахани представили программу для смартфона, способную фиксировать остановки дыхания во время сна и определить синдром апноэ. Как новая технология работает, узнал Андрей Алексеенко. С этим жутким звуком знакомо большинство жителей планеты. Храп способен довести людей до нервного срыва. Однако наибольшую угрозу он несёт самому храпящему. В особо тяжёлых случаях храп приводит к инфарктам, инсультам и, как следствие, внезапной смерти. Фактически это острые эпизоды удушья. Если мы несколько слов скажем об этом заболевании, у человека может быть 300, 400, 500 остановок дыхания за ночь. И человек может 8 часов спать, а из них 4 часа суммарно вообще не дышать. Врачи называют это состояние синдромом обструктивного апноэ. Раньше, чтобы выявить его, проводили стационарные исследования. Сегодня диагностическое оборудование вполне может заменить смартфон. Запускаю программу, кладу рядом с кроватью, засыпаю. Специальное приложение создали астраханские программисты. Они проанализировали сотни звукозаписей храпящих людей разных возрастов, пола и физических данных. Выяснилось, момент остановки дыхания и развития апноэ можно отличить по звуку. В процессе дыхания, в процессе храпа, там в любом случае будут частоты от 100 до 2000 герц. А при наличии апноэ возможны, в частности, всплески на частотах 300 и 450. Приложение для работы использует штатный микрофон, поэтому телефон должен лежать примерно в полуметре от головы. Запись храпа длится всю ночь. Затем данные через интернет поступают на сервер и анализируются компьютером. Если в полученном графике постоянно повторяются всплески характерной частоты, программа сама начинает бить тревогу и рекомендует пользователю обратиться к врачу прямо с результатами мобильного исследования. Создается файл, в котором помещается информация по уровню храпа, о его громкости, о его интенсивности. Этот файл, он сохраняется и он также может быть передан специалисту для более детального изучения. Правда, сами исследователи признают профессионального оборудования, их разработка не заменит. На испытаниях точность измерения составила около 70%. По мнению экспертов, мобильные диагносты в скором времени образуют новую нишу в медицине. Для массовых исследований и скрининга подобная техника подходит идеально. Что нас избавит от...